Здесь я предусмотрел практически все Хопа, мягкая кровля, это прям заяц Но еще у них ценный мех Трава долго залеживаться не должна Кролики очень быстро размножаются Происходит это все очень быстро И можно даже не уследить А вот уж эти мальчики, конечно Пойдемте, я вам покажу, как выглядит маточник Всем привет, дорогие подписчики канала Жизнь в деревне с Блокином Мечталиным Я продолжаю свой сюжет Про Свинарник Смотрите, какая красота получается Уже виден каркас Видна крыша, немножечко ломаная О которой я и говорил Ну что же, прежде всего в свинарник я решил провести воду Потому что таскать ведра с водой Для того, чтобы свинок поить Это не вариант Я поставил бытовку Добро пожаловать Пока здесь небольшой хаос Но самое главное Здесь есть вода Вода у нас со скважины Но чтобы вода не замерзла Я установил под бытовкой колодец Глубина примерно метр шестьдесят Там-то и находится труба Дело в том, что она просто-напросто не замерзнет И в случае необходимости Если я не захочу отапливать бытовку Я открою люк, который находится внизу Вот он Залезу в колодец Перекрою воду Солью воду из трубы Чтобы она в ПМД трубе не задерживалась Все Все законсервировано Можно не отапливать Можно приостановить отопление бытовки Чтобы не тратить средства Но мы не планируем приостановить отопление Поэтому воду я вывел в бытовку И теперь могу ее открывать и перекрывать Кстати, интересное ноу-хау решение Я не стал выбрасывать поддон от старой душевой кабины Дело в том, что когда мы будем наполнять ведро с водой В случае необходимости для того, чтобы напоить, например, курочек То все излишки воды, что не попадут в ведро, попадут в поддон и выльются наружу Сифон я вывел на улицу Ну что же, пойдемте покажу Я сейчас забрался за бытовку Обратите внимание Вот колодец, про который я говорил Как раз бытовка стоит на нем И в этом колодце труба Которая дает воду и можно ее перекрыть Вот от колодца я решил копать траншею Глубиной полтора метра Дошел до точки промерзания грунта, чтобы труба не замерзла И черную 32 ПМД трубу Буду закладывать в траншею И доведу ее до свинарника Вот на 32 черная садовая труба Обязательно эту трубу убирайте не сразу в траншею А убирайте вначале в гильзу Я использую вот такие трубы Вот труба конденсационная обязательно оранжевая Потому что оранжевая конденсационная труба Она усиленная и плюс ко всему Она морозостойкая Вот в такую трубу я буду убирать свои трубы водопровода Для того, чтобы если я захочу произвести ремонт Я просто возьму ПМД трубу, потяну и вытащу ее из гильзы так называемой То есть фактически вот эта вот труба конденсационная Служит гильзой, которую мы укладываем на дно траншеи И уже в нее укладываем ПМД трубу 32 Захотел отремонтировать трубу, если ее где-то порвало, вытащил Или потом вставил новую, например Если ремонтировать не хотим, а заменили И обязательно гильзу кладем на песок То есть траншею мы с вами примерно слой песка 15 сантиметров Положим, прольем, утрамбуем И только потом положим гильзу И это нужно сделать обязательно Добро пожаловать ко мне в свинарник, дорогие друзья Ну что, каркас, как я уже говорил Я сделал из металла, труба 60 на 60 Обратите внимание, проломанную крышу Конек у нас не по центру помещения, а конек немножечко сдвинул Для чего? Здесь у меня будет повыше, потому что здесь я буду ходить сам Да и потом, если ухаживать будут кто-то из сотрудников помогать То есть очень высокие люди и можно задеть головой крышу В данном случае здесь будет высокий проход А уже где свинки, особенно в части вот в дальней Никаких проблем, здесь высота не нужна Да и потом теплее будет свинка Так что мы здесь тоже продумали Поэтому такая, значит, технология постройки крыши Самое главное, это металлический каркас А уже на каркас мы начнем делать тот самый пирог Мы будем перекрывать крышу металлопрофилем Утеплитель вставлять и ОСБ Со стенами, напомню, у нас будет снаружи доска Изнутри влагостойкая судовая фанера со старого моего дома Который я купил вместе с участком и разобрал Все, скоро придут решетки на пол Я покажу, как мы будем их устанавливать Покажу, чем они хороши И про них сниму отдельное видео Думаю, что это будет свиноводом Овощеводом, световодом, да и всем, кто живет в деревне, интересно Еще пару слов обязательно скажу про яму Которая нам необходима для того, чтобы вся жидкость Которая будет появляться у нас в свинарнике Стекала по трубе Я в предыдущем выпуске вам про это рассказывал И попадала в яму, чтобы при необходимости Осенизаторская машина могла все выкачать Значит, что я сделал Так как труба вот здесь, сливная, конвенционная Залегает не глубоко Я использовал вот такой утеплитель Такой утеплитель продается в строительных магазинах Я заложил его на трубу, а сверху уже присыпал грунтом И вам рекомендую Потому что там, где сейчас находится фундамент Труба залегает глубоко И она не промерзнет В случае, когда мы откроем клапан И захотим спустить весь наш навоз Который будет от поросяток вот сюда Уже в жидком виде То здесь труба может замерзнуть Поэтому я засыпал вот такой утеплитель И присыпал его землей Но делал это я, конечно, лопатой Ну что же, на сегодня ролик подошел к концу Обязательно подписывайтесь на мой канал Жизнь в деревне с Василием Блокином-Мечталином Подписывайтесь на мой инстаграм Семена Партнер Директор И я уверен, что В деревне будет жить еще лучше До встречи, пока Да, я собрался завести барашков Потому что я их очень люблю У нас полбушка Получится отличный фундамент Сарай я буду делать на металлокаркасе Будет и симпатично, и долговечно Для того, чтобы пол у меня не прогибался А поэтому ничего абсолютно не пропадет Чтобы барашки могли выбегать Не будет никакого борщевика Ждите нового выпуска Слушай, Андрюх, страшно было Я чуть туда не улетел, прикинь Продолжение следует...